Здравствуйте, в эфире программа «История Республики». У микрофона Максим Курников и в студии вместе со мной Рустам Хазиев, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, историографии и источниковедни, научный куратор парка «Россия. Моя история». Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. И сегодня мы поговорим о Николае Модестовиче Богдановиче. Почему о нём? Ну, потому что он один из тиражированных, один из брендовых, скажем так, губернаторов, который прославился на всю Россию в начале XX века, наиболее известный из-за того, что его убили. Давайте тогда, в принципе, начнём с того, как он оказался в Уфе. Он сделал великолепную карьеру, по служебной лестнице поднялся к нам, он приехал после того, как себя очень хорошо закриминдовал, будучи тобольским губернатором. Но, видимо, власть имущего подвинула его перевезти в Уфу для того, чтобы также здесь те организационные таланты, которые он проявил до Тобольска и, собственно, в Тобольской губернии, тоже реализовал. А что такое Уфа того времени? Барышни претенциозные, городишко не совсем столичное. Вот что я себе представлял Уфа того периода времени. О каком периоде мы говорим, если точные годы? Ну, он 7 лет был в Уфе. И его уфимский период – это с 19 октября 1896 года до момента его гибели 6 мая 1903 года. Ну, об этом мы отдельно поговорим. Просто я почему спрашиваю про Уфу того времени? Ну, важно же понимать контекст, да, исторический? Насколько это было? Ближе к Санкт-Петербургу, чем Тобольск намного. Вот, это первое, да? Ближе в каком смысле? Ну, в любом, к сиятельной власти и, в принципе, не в сибирской же службе находиться, а в евразийском пространстве. Очень трудно сейчас вот эту иерархию просматривать, было ли это повышение, и насколько равноценны были губернии того периода времени. Но считалось, чем ближе к Москве и Петербургу, тем это весомо. Понятно, что расстояние – это важная вещь, но, наверное, просто инфраструктура… Когда мы говорим о прошлом, я не сторонник модернизации того периода времени. Нужно четко себя отдавать отчет, что для того периода времени достаточно авангардными были Санкт-Петербург и Москва. Их нельзя назвать потемкинскими городами России, но, тем не менее, европейзированный облик Санкт-Петербурга, он был очевиден во всем и вся. Примерно то же самое было в Столбовой Москве, Белокаменной, что было самое новое, интересное. Попадало в две столицы, а остальная часть страны, в хорошем смысле слова, она была провинциальной. Кто-то, возможно, мои слова спорит и со мной не согласится, но можно поставить знак равенства с некими нюансами, отличиями с провинциальными губернскими столицами. Не особенно-то они в архитектурном облике выделялись. Можно сказать, что, например, соседка наша Казань была более каменной, чем Уфа. По наличию градостроительных сооружений того периода времени, а вот если вы говорите о внутренней культурной наполненности... Нет, я как раз наоборот хочу спросить о железной дороге. Была ли она, когда губернатор... Ну, конечно, конечно. Это же важная вещь, потому что это делает плечо транспортное гораздо ближе, чем тот же Тобольск. Ну, конечно. Это имело значение. Чтобы, опять же, представить Уфу того времени, я знаю, что в парке «Россия. Моя история» есть специальная интерактивная площадка, где можно увидеть Уфу времен ее основания. Можно, да. Есть ли какие-то такие вещи, есть ли что-то посвященное 19-20-го? Именно то, что вы видели, когда можно посмотреть Уфинский Кремль в разрезе, нечто подобного нет, но отдельно взятые инсталляции присутствуют, где можно подчеркнуть информацию. И в преддверии знаменательной даты, которую мы будем праздновать на следующий год, 100-летие образования Республики Мешкортостан, конечно же, региональный контент, он будет полностью, мы знаем, он будет сделан. И, безусловно, вот все то интересное, что касается развития Башкортостана в 20-м веке, безусловно, в той или иной степени обязательно будет представлен. Давайте теперь поймем, вот он приехал в Уфу. Что такое тогда губернатор? Какие полномочия он имел? За что он отвечал? Глава губернии, в принципе, отвечал за все и все. За политику, экономику, за все происходящие процессы. И, в принципе, надо отдать должное, что он облечен был достаточно серьезными полномочиями. Вот та же самая трагедия, которая случилась в Златоусте, говорила о том, что он на месте принял решение применить силу против того эксцесса, который тогда случился. Но об этом мы поговорим. Вот давайте тогда и посмотрим на его вот именно путь как губернатора. Он карьеру совершил блистательную. Трудно сейчас представить. Например, родился в 1856 году. В 1976 году уже был назначен товарищем киевского губернского прокурора. В 20 лет. Можете себе такое сейчас представить? И в 40 лет он стал губернатором Уфимской губернии. Сразу возникает вопрос, из какой семьи? Да, был очень образован, был из дворянской семьи. Его отец был известным для того периода времени военным историком, заслуженным профессором Николаевской академии генерального штаба, генерал-лейтенант Модест Иванович Богданович. Понятно, это повлияло на его становление и развитие. Закончил, конечно, Санкт-Петербургский университет и был, как бы сейчас сказали, карьерным управленцем, который по лестнице не благодаря протекции своего отца. Трудно об этом говорить сейчас. Вообще, вы знаете, сейчас так запросто можно модернизировать то прошлое, когда нет достоверных источников, но судя по его деятельности, к моменту, когда он приехал в Уфу, это была достаточно цельная личность, которая понимала, что она хочет и знала, как она это будет достигать. Но он был служак. Когда вы сказали, почему он, то вот мы, когда говорим о личности, мы сталкиваемся с такой проблемой. Лично я для себя всегда считаю, что нужно идти по пути золотой середины. Мы можем его или героизировать, а может быть найдем такие в нем черты, которые будут говорить о том, что да, тиран и несчастные рабочие, вот таким образом, руками злодеев, революционеров, эсеров с ним расправились. Туда ему дорога. Но и та, и другая крайность, она для историка недопустима. Он собирает как бы весь имеющийся материал. Когда вы говорите о том, как он личность, Максим, к сожалению, каких-либо достоверных источников, которые позволяли, например, вычленить с достоверной точностью какие-либо его характерологические черты, и любой персоны вот именно такого ранга, а не говоря уже о чиновниках, если только не осталось каких-либо мемуарных памятников, а сами вы знаете, они субъективны, вот с наивысшей степенью достоверности невозможно. Производится историческая реконструкция личности. И поэтому был служак, верно подданный царю и отечеству, был правых, безусловно, взглядов и смутьянство подавлял на корню. Но при этом, при этом, например, изъездил всю Тобольскую губернию, решал вопросы, также и в Уфимской губернии тоже самое делал. И был в хорошем смысле карьеристом того периода времени. Когда он приехал в Уфу, все-таки с чем он здесь столкнулся? Какие управленческие вызовы перед ним стоят? Вы такое слово используете для того периода времени, они были нехарактерны. Он получил наследство, которое не было каким-либо образом завалено, он совершенно с другим вызовом столкнулся. Во-первых, не забывайте, что 18 мая 1896 года была не только ходынка, но и коронация Николая Второго, и наступила Николаевская эпоха. И поэтому он свою команду набирал, и вот в 1896 году его в Уфу перевели. И его период пребывания в Уфимской губернии пришелся на очень сложную эпоху. С одной стороны, гениальный Витте, который делал все возможное, будучи на посту министра финансов с 1892 по 1903 год, для того, чтобы хоть как-то модернизировать эволюционно те экономические процессы, которые происходили в России. Это и закон о нормировании рабочего времени, это великое достижение, но оно было сверху. Это и закон о пособии рабочим за увече на производстве. Ну и, конечно, 1897 год мы забыть не можем. Это введение золотого рубля, винной монополии, но, с другой стороны, резкий рост социального протеста. И выражением всего этого было 1898 год, первый съезд РСДРП, Абуховская оборона 1901 года, всеобщая стачка в Ростове, крестьянские волнения на юге Российской империи, 1902 год основания партии эсеров, это очень сложный был период. Тот же 1902 год, это основание журнала «Освобождение» Штутгарты. Как это все отражалось здесь, в Уфе? У нас сохранился очень интересный фонд жандармерии. И не забывайте-то, Уфа была еще и местом ссылки, и поэтому тот же Сазонов здесь находился, Ленин был в ссылке с Надеждой Константиновной Крупской, и поэтому волны-то расходились. В принципе, стачное движение в Уфимской губернии было, в большей степени, наверное, в рабочей среде, чем среди крестьян. Нельзя сказать, что в крестьянстве не было каких-либо треволнений, но больше тогда, если вот используем такой историографический же организм, воду мутили, ну это прежде всего рабочие. Как вы сказали, расходились какие-то круги, но тем не менее, насколько это были те вопросы, которыми он занимался непосредственно? Насколько он должен был реагировать? Какие меры он предпринимал, чтобы здесь было все спокойно? Как администратор, лично сам на баррикады не лез, а следил по тем докладам, которые ему шли. Также докладывал наверх, и поэтому принимали как оперативные меры, предупредительные, но если что-то совершалось, и карательные. Вот как бы вот в этой триаде действовали. Ценность ситуации по стране была не очень спокойная. Вы не забывайте, начало 20 века, это кризис, поэтому положение это было не очень благополучным с экономической точки зрения, что и вызывало брожение. Притом ведь кризис-то это был не только общероссийский, но и Западную Европу затронул. И вот это все накладывалось, поэтому достаточно тяжелое время. Хорошо, то есть он попадает в это тяжелое время. Что происходит? Ну, как сказать тяжелое, но оно, в принципе, было неспокойное, скажем, время экономической российской турбулентности. С одной стороны, происходит модернизационный процесс, наблюдается, страна идет рыночно-ориентированным курсом, но не вся, а лишь только в точках роста и в промышленности. Как вы знаете, аграрную Россию модернизация вообще никак не затронула. И вот была турбулентность, турбулентность экономическая, турбулентность социальная. И вот это пришлось на период его правления. Вот как он с этим сталкивался? Что в итоге с ним-то произошло? Как его эта турбулентность заставила стать одним из главных ньюспейкеров? Подавил восстание. Как начиналось восстание, и каковы были его причины? Давайте я вам лучше по-другому расскажу. Его убили 6 мая 1903 года, и при том этот год был знаменательный, день рождения Николая II, его убил член боевой организации СССР Егор Дулепов за то, что он отдал приказ стрелять в Златоуссии. Был такой Анатолий Александрович Зеленцов, интересная личность. Он был горный начальник Златоусского округа. Кстати, единственный член Государственного совета от Уфимской губернии с 1906 по 1909 год. И в марте 1903 года он принимал в своем округе Николая Модестовича Богдановича. И вот с этим приездом связана одна из самых мрачных страниц не только в истории города, но и в истории России. И в советских учебниках называлось не иначе, как «Златоустовская бойня», «Златоустовский расстрел». Более 40 человек погибли. И действительно, это трагедия, и она не имеет оправдания. А чем недовольны были рабочие, и, соответственно, почему принималось решение? Дело в том, что еще хочу чуть-чуть рассказать Анатолию Александровичу Зеленцову. Это был вообще, на мой взгляд, до того периода выдающийся менеджер. И, как вам сказал, он был горный начальник Златоустского округа. Вы представляете, он тогда находил лазейки, происходил из принципа разумной достаточности, потому что стажировку прошел в Западной Европе, наверное, на него это повлияло. Он, в принципе, допускал у себя восьмичасовой рабочий день. Он не шел на попятны по любым требованиям, но находил компромисс с рабочими. И тогда, к моменту приезда губернатора, рабочим не понравились новые условия найма. Они не совсем поняли пункты новых условий их найма. И Анатолий Александрович Зеленцов встречался с рабочими, и, казалось бы, был найден компромисс. Но анархистовщие элементы в рабочей среде – это молодежь, которые не были согласны с этим, считают, что их обманывают, и отказались выходить на работу. 12 марта, когда Богданович прибыл в Златоуст, то уже степень кипения недовольством рабочим была такова, что произошло шибко в лицо в лицо, в лоб в лоб между рабочими с одной стороны, а также Зеленцовым и Богдановичем с другой. Богданович Зеленцовым встречали с рабочими. Богданович был достаточно в тот период времени уже глуховат, говорил очень громко, рабочие его перекрикивали, а потом чуть не избили, сорвали у него ноготь с одной из рук, его еле спасли от разъяренной толпы, спрятали в доме управления, раздались выстрелы в дверь. Ну не бывает так. Им что-то говорил, что им не нравилось. Действительно, он им говорил, расшифровывал положение вот этих условий найма, естественно, им не понравилось. И они с ним не соглашались, была сбудоражена толпа, она выказала свое недовольство, и когда они укрылись в доме, раздались выстрелы, ну и в ответ была применена сила, и более 40 человек погибли. И тогда боевой отряд партии социалистов-революционеров принял решение его наказать, то есть приговорил его к смертной казни. Вот это история. Об этом было как-то объявлено? Это как-то, не знаю, листовками или еще чем-нибудь? Или они тайно это решили? Нет, ну они, конечно, приняли решение. Листовка была брошена рядом с ним, когда в Ушаковском парке они его расстреляли фактически. Вот они приняли это решение. Они объявили об этом как-то публично? Он знал? Дело в том, что они говорили как бы заранее, да, вот трясись, мы тебя все равно поймаем, и покушение на государственных чиновников общероссийского уровня об этом говорит. Да. Вот что касается данного случая, лично я нашел две точки зрения, которые прописаны. Что в одном случае ничего не знали, в другом объявили. Тем не менее, как он жил? У него была охрана какая-то или нет? Как он это... Судя по тому, что он не изменил график своей жизни, а любил два часа в день прогуливаться в Ушаковском парке, где там прохаживался полицейский, каких-либо превентивных мер предосторожности в виде телохранителя, как вы сейчас сказали, не принял. Там был Воскресенский собор, его когда снесли, там был Шепито, потом танцплощадка, вот на одной из боковых аллей, которые вели к Воскресенскому собору, его настигли и убили. Кто и как спланировал это убийство? Исполнителем был Дулебов, член Бывоорганизации, как я уже вам говорил, партии эсеров, он спланировал. Всем известный Гершуни выехал в Уфу, где и организовал убийство, и вот 6 марта в городском Ушаковском саду они привели свое решение в исполнение. Прежде всего, они приняли решение, когда его убить, то сюда приехал Гершуни, и некоторый период времени он дал задание Дулепову наблюдать за губернатором. Тот выследил его маршрут, так называемого ежедневного мациона, и в один из этих мационов подкрался к нему, выстрелил в него несколько раз. Правда, газеты пишут о том, что, насколько можно доверять, неизвестно, что там был он не один, а несколько, потому что было несколько выстрелов сделано. Богданович, он погиб на месте? На месте, он сразу вскрытие показало, что были раны несовместимой жизни. Пытался ли скрыться террорист? Он и скрылся. Их увидел охранник Воскресенского собора, но в его сторону раздались выстрелы, поэтому он ретировался. Дулепов вместе с организатором Гершуни удалось скрыться. Гершуни вскоре был арестован и сослан на вечную каторгу. А Дулепов до 1908 года находился на свободе, потом его арестовали. Он принимал участие в террористических актах против Плевы и сошел с ума, и так до конца и не сознался, кто он. Потому что они из Уфы его переправили за границу, потом он вернулся из-за границы, работал в типографиях эсеров на юге, страны даже в Екатеринбурге. И вот так закончилась бесславная его революционная биография. Это убийство, какое оно произвело впечатление? Оно вызвало сочувствие массы, оно вызвало осуждение. Что писала пресса? Судя по прессе, прежде всего того периода времени, это было резонансное дело. И в общероссийской, и в губернской прессе получила широкое распространение. Ну и, конечно, вызвало сочувствие. Сострадание, сочувствие такого ранга персоны, именно губернского уровня, попало под дуло эсеров. Опять везде эсеры. Они, конечно, дестабилизировали. А что касается левой прессы, то там совершенно иная точка зрения была. Возмездие народа, региональному сатрапу, который уничтожил более 40 человек. И возмездие свершилось. И, в принципе, никто от этого возмездия не уйдет, кто поднимет руку на рабочих. Вот примерно такой ракурс был. Я напомню, мы говорили об убийстве Николая Модестовича Богдановича, уфимского губернатора. В 1903 году у нас в гостях был Рустам Хазиев, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, историографии, источниковедий, научный куратор исторического парка «Россия. Моя история». До свидания. До свидания.